Всем привет! Я начинаю новый влог, девочки. Знаете, сколько сейчас времени? Время уже, ох, без 23 ночи. Я легла спать в 11, а проснулась в полвторого. Проснулась от того, что мне что-то дискомфорт какой-то вот в желудке. Я встала, я выпила мепрозол. Сначала покрутилась полчаса, думала еще усну, но чувствую, что нет. Вот у меня такое уже бывает, это не первый раз. Выпила мепрозол, я чувствую, что у меня как бы уже спать не хочется. Хорошо, что у меня есть кофе без кофеина. Вот сейчас сижу, пью кофе. Вот, ну так как я знаю, что я сейчас в ближайшее время не уснул, поэтому сейчас сяду еще монтировать видео. Что хотела я вам сказать? Я начинаю ходить тогда, когда мне что-то приспичит. Знаете, вот так вот вроде бы, ну не хочется и не хочется. Потом, когда вот что-то, вот что-то начинает мне беспокоить, что-то не так. И когда я начинаю уже задумываться, что нужно мне на диетку сесть, посидеть на диетке. Не собиралась, не собиралась, собралась, да. Вот, вот какие-то определенные причины заставляют меня поблюсти диетку. Вот, ну и сейчас я решила, что я, наверное, вот с 1 июня я уже сяду на диету, точно, на раздельное питание. И начну сбрасывать вес. Ну, самая главная цель моя, это, во-первых, избавиться от гастрита, потому что я думаю, что вот это, скорее всего, гастрит. Вот, это вот неправильное переваривание пищи, это вот совместная пища, белки с углеводами, которые брожение вызывают. И вот этот вот дискомфорт вызывает. Ну, это, в общем-то, в принципе, это гастрит. Я уже несколько раз садилась на раздельное питание, всегда успешно, всегда я худела. И всегда я избавлялась вот от лишних там шлаков, токсинов. В общем-то, в принципе, все это забивает наш организм, от чего весы поднимаются. То есть, я начинаю убирать одну причину, и у меня параллельно, в общем-то, сходит лишний вес, лишние жиры. Вот, ну, подробности я вам расскажу позже о том, как я собираюсь питаться, что я уберу из рациона. Ну, сразу скажу, уберу я сладкое. Я в последнее время присела опять на мороженка, пироженка. А это уже все. Это уже очень такое быстрое нарастание веса. Тем более, если по одному мороженку съедать в день, особенно людям, которые уже постарше, когда метаболизм уже такой плохой, и уже не сжигаются жиры, тем более, что малоподвижный образ жизни, так как сейчас карантин, дома, то есть я из дома выхожу только там в магазин. Не каждый день я выхожу из дома вообще. Поэтому сжигаются жиры слабо, а набираются быстро. В общем, поэтому я решила, что мне пора уже перейти на раздельное питание. В общем, первое дело, это нужно избавиться от сладкого и избавиться от мучного, сдобного. Вот эти пироженки всякие, булочки и все такое, в общем, нужно мне убрать. Ну, по крайней мере, на какое-то время, там месяц-два, может быть, посмотрим. Но обычно я раздельное питание первые три недели, это я строго держу для того, чтобы очистить организм. Первый этап, чтобы уже вот потом процесс хорошо пошел, нужно очистить организм. Для этого нужно убрать, просто конкретно убрать какие-то продукты из организма. Ну, вообще из рациона. Поэтому вот эта вот вазочка у меня с конфеточками тут вот лежит на столе. Вообще, перед глазами поставила. Это как сестра приходила в гости. Мы с ней сидели, вот это вот, чаи гоняли. С пироженком, конфетки. Так что я конфетки эти вот просто вообще угощу, там соседей отдам, кому-нибудь из дома уберу. Сахар, хоть я его не ем, потому что, ну, я сахарозаменитель в кофе добавляю. Ну, так как я кофе горький, вот без сахара вообще пить не могу. Поэтому сахарозаменитель я оставлю именно для кофе. А вот сахар, в принципе, он у меня на столе не стоял. Это я вот для сестры уже насыпала чуть-чуть. И сахарницу тоже я уберу, и у меня ее не будет на глазах совсем. Вот. Ну, и с холодильника тоже посмотрю. В общем, все, что мне не угодное, избавимся. Ну, и сейчас уже дело, в общем-то, близится к лету. Тем более мы на юге живем. У нас уже начинают сейчас больше появляться фрукты, овощи. Так что будем больше налегать на клетчатку. Вот я вам сейчас это сказала, мне прям легче стало, честно говоря. Главное принять решение, понимаете, первое. А второе, это уже следовать вот уже своим целям. Ставить цели конкретные, расписать на бумажечке, что чего можно, что нельзя, что когда есть. И тогда уже следовать этим пунктам, которые сама себе обозначила. Вот. Ну, а сейчас я что, пью кофе без кофеина и сяду, пойду, помонтирую видео для вас. Сейчас, слава Богу, что всегда есть что делать, когда вот не спится, да, но есть всегда что делать, чем заняться. Я могу что-нибудь снять, я могу что-нибудь смонтировать, или вообще могу уборкой заняться, даже готовкой ночью. Ну, сейчас у меня видео там уже ждет. Нужно побыстрее вам выпустить его. Так что вот так, мои хорошие. Главное, решение принято. Вот первый этап для меня. Это принять решение. Вот, если я уже чего-то решила, захочу, то я уже начинаю следовать своим целям. Вот. Ну, а потом уже, попозже я вам расскажу все. Все, что к чему. Я решила взвеситься, девочки. Восемьдесят с половиной килограмм. Вот это уже, да. Вот это уже все. Это уже потолок. Много слишком. Надо худеть. Совсем недавно вроде взвешивалось, да. Сколько у меня было? Семьдесят восемь с половиной. На два килограмма я поправилась. Ну, сколько? Неделя прошла. Ну, это уже чересчур. Ну, это все мороженое. Мороженое и пирожное. В общем, это все уже пора сбрасывать, девочки. Но у меня вот обычно, знаете, вес колеблется от семидесяти до восьмидесяти. Но если я уже смотрю, что я уже за восемьдесят перевалила, я уже говорю себе, стоп-стоп-э, давайте худеть. Будем сбрасывать вес. Так что все, пришло время. Все как-то в кучу. Ну, вы знаете, я уже сама даже по ощущениям начинаю чувствовать какой-то дискомфорт. Даже не то, чтобы мне этот лишний вес мешает. А дискомфорт именно в организме какой-то, вот в желудке там что-то. Поэтому нужно уже заняться, как сказать, приведением в порядок себя изнутри. А то, что я себя внешний там порядок навожу, там то красоту навела, то еще что-то. Вот. Нужно, чтобы порядочек был внутри, чтобы было внутри комфортно, чтобы я ночью вот так не просыпалась среди ночи от этого гастрита, который начинает мне там как-то беспокоить. Это совсем никуда не годится. Ни в какие ворота вообще, да. Так что будем теперь снимать не вредную пищу, а полезную пищу. Ну, худеть я начну с 1 июня, чтобы уже такой четкий был отсчет. Хотя, собственно говоря, что откладывать? У меня сейчас на данный момент в холодильнике нет никакой вредной пищи. Я даже, вы знаете, я уже по привычке частично питаюсь правильно. И даже вот с тех пор, когда я худела, у меня осталась привычка, во-первых, есть овсянку по утрам. Эта овсянка останется. Кофе не с сахаром, а с сахарозаменителем. Также вот эта привычка останется. И, кстати говоря, это мне не мешает худеть. Это уже проверено. Дальше мне единственное, что мне нужно будет просто есть без хлеба, может быть, какую-то пищу. Но я к этому привыкла. Вот от чего мне всегда очень трудно отказываться, это от бутербродов. Я люблю бутерброды с маслом, с сыром, с колбасой. И вот от бутербродов мне нужно будет отказываться. Но я хочу сказать, что сыр можно есть. Иногда можно колбаску, но колбаску нужно сейчас воздержаться. Потому что первое время, чтобы запустить процесс, нужно от всех полуфабрикатов, колбаса в том числе, нужно отказаться. Нужно будет готовить, брать само отдельно мясо, рыбу. Поэтому отдельно надо будет готовить. Но ничего страшного. В общем-то, если небольшой кусочек колбаски съесть без хлеба, если очень хочется, то можно. Поэтому посмотрим, посмотрим. В любом случае, я буду всё снимать, всё вам буду показывать, что я буду есть. Так что, если кто хочет похудеть, сбросить вес, давайте вместе со мною начнём это делать. Я думаю, что многие набрали вес, сидя дома, от малоподвижного образа жизни. И от скуки мы заедаем. Это всё вкусняшками и вкусной едой. Так что, если кто хочет худеть, давайте со мной. Вот. Ну всё. Сейчас я пошла монтировать видео. И уже утром, может быть, я ещё потом посплю. Но мы увидимся с вами. Я буду вас периодически... У меня сейчас другие видео ещё кое-какие надо поснимать. Периодически я буду к вам заходить сюда во влог и что-нибудь показывать, если что-то будет интересно. Если не есть, будет что вам сказать. Девочки, я к вам вернулась. Что ещё хочу вам сказать? Вот вы знаете, я приняла решение, и мне прямо на душе сразу стало легче от принятого решения. Самое главное – захотеть. Ну и сейчас не поленилась, ещё взяла, измерила объём талии. Талия у меня 103. И посмотрела я свои записи, которые я... Вот вам показывала свой показатель. Это было, оказывается, 2 мая. А сегодня уже 28-ое. Так что прошло 26 дней, в общем, почти месяц, и я набрала, сколько я вам сказала, 2 килограмма, да. Ну, это, в общем-то, быстро слишком. Обычно я медленнее набираю, но это просто я в последнее время, я же говорю, стала баловаться вот этими вот сладостями. Вот. Заглянула в холодильник, посмотрела, у меня там ничего сейчас вредного нету как раз. Ну, там немножечко активе осталось, но я её заменю на кефирчик. И, в общем-то, больше никаких вредностей у меня нету. А в следующий раз, когда я уже пойду в магазин, всё, я уже на сладости смотреть не буду, ничего сладкого не буду брать. Буду брать всё только такое, вот из чего буду готовить. И то, что уже будет мне на пользу идти, как раз в смысле вот раздельного питания. Вот. Так что всё. Мне теперь хорошо на душе стало. В общем, записываем показания. Я прямо возьму сейчас листик, напишу дату, напишу вес 80,5 и объём талии 104, 103 сантиметра. Это самые главные показатели, которые я буду сравнивать. Остальные параметры я не буду мерить, они мне не нужны, в общем. Ну, взвешиваться каждый день смысла нету, я не знаю. Я думаю, что, может быть, раз в неделю буду вам выкладывать свои результаты. Ну, или раз там в несколько дней, может, два раза в неделю. Ну, посмотрим, посмотрим. Чтобы вам тоже было интересно, если кто-то со мной займётся худением, похудением, да, чтобы вам было тоже интересно, что я делаю, какие у меня идут результаты. Ну, может быть, я в каждом влоге буду, собственно говоря, взвешиваться и говорить о том, насколько у меня вес изменился. Талию мерить действительно раз в неделю, может быть, чаще не нужно, а может быть, вообще не нужно её пока мерить, смысла нету. Когда будет уже вес снижаться, да, ну, так конкретно будет видно уже результаты, тогда можно будет талию замерить. А сейчас смысл какой? Самое главное следить за весом. Поэтому, вот, ну, и добавить к раздельному питанию, я думаю, что нужно тоже ещё какие-то физические упражнения. Упражнений всяких много разных. У меня эти гимнастики, там, суставная гимнастика, такая гимнастика разная всякая есть. И потом в разном возрасте тоже разная гимнастика, я хочу вам сказать. Потому что молодые, допустим, девочки ещё могут там бегать, прыгать. Например, ну, когда я в спортзал ходила, вот последний раз, как я помню, 45 лет было, да, мне тогда уже тренер сказала, что в этом возрасте бегать уже нельзя, нужно ходить. Вот на беговой дорожке ходить, больше ходить. Поэтому, значит, бегать, прыгать я не буду. Буду стараться побольше ходить, но и делать. У меня всё-таки суставная гимнастика для укрепления мышц спины. Там есть такие упражнения, которые всё-таки подкачивают вообще все мышцы тела. И также и пресс немножечко. Вот поэтому, ну, несколько упражнений я вам покажу. Я как-то давно показывала эту суставную гимнастику. Ну, в общем, не буду я всю её показывать. Несколько упражнений, может быть, покажу, кому это интересно. Ну, самое главное, не лениться, заставлять себя делать эту гимнастику. Потому что для сжигания вот этого всего, вообще, если кто не знает, жир сжигают мышцы. А мышцы должны быть в тонусе. Значит, нужно поработать немножечко телом, немножечко упражнять мышцы, для того, чтобы эти мышцы съедали мой этот жир, который накопился. Вот и всё. Вот такой вот секретик. Это не секретик, на самом деле. Но, может, кто-то не знает. Кто-то, может, в спортзал не ходил и не знает таких нюансов. Так что давайте худеть вместе, девчата. Давайте, уже лето приближается, купальники одевать, может, придётся. Я думаю, всё равно придётся. Значит, нужно вот то, что мы сейчас наели за два месяца, нужно это всё немножечко поубрать. Уменьшится. Да и ходить будет легче. И организму легче станет. Я это уже знаю, потому что это всё уже пройдено. Девочки, я ещё сижу, монтирую видео, смотрю, что-то посветлело там на улице. А сейчас время 4.53 утра. И вот на улице, я смотрю, уже там солнышко виднеется. Правда, ветерок. Ой, опуха на дереве. Сейчас окно открою, посмотрим. На улице хоть раннее утро, но смотрите, тепло на градуснике уже сколько? 17 градусов. Вообще, сегодня 28 градусов обещали будет днём. Ох, я люблю такую тишину утреннюю. Петухи там кричат. Сколько пуха, я в шоке. Смотрите, это всё полетит скоро. Сейчас хотя бы дождик прибивал. Хотя через день-два обещали, опять дождь пойдёт. Вот ветерок, правда, такой не очень-то хороший. Но вообще классно. Утро, рассвет. Люблю рассвет встречать. Петухи кричат. Как в деревне прям всё. Ладно, надо заканчивать видео. Скоро к вам уже утром проснётесь, а видео уже выложу я вам. Девочки, только что сделала для вас видео Василёк. И вовремя я решила всё-таки снизить вес. Потому что я вам хочу сказать, 52 размер. Раньше он на мне как-то был свободный, болтался. А сейчас он на мне уже не болтается. И так ещё чуть-чуть, и уже на 54 надо будет переходить. А я не хочу переходить на 54. Поэтому я думаю, что мне нужно снизить вес, но где-то, наверное, ближе к 50 размеру, чтобы 52 был свободный, как я люблю. И чтобы мне не менять гардероб, потому что у меня все вещи 52 размера. Вот. Ну и поэтому я вам хочу сказать, что я сегодня ем. Я, в принципе, уже решила, что я не буду покупать ничего такого вредного. На завтрак я уже привыкла есть овсянку. У меня такие пакетики молли. Быстров иногда беру. Ну вот просто там, конечно, есть немножко сахара в этих уже готовых, быстро завариваемых кашках. Но я хочу сказать, что с этими кашками я худела. И снижался у меня прекрасно вес, и всё. Самое главное, это нужно на ночь не есть, бутерброды не есть, сладкое, мучное, сладкое вообще убрать, мучное, но из мучного только хлеба, там можно пару кусочков в день, и то я беру отрубной хлеб. Я уже, опять-таки, привыкла отрубной хлеб есть ещё с тех пор. Просто сейчас мне нужно снизить количество этого хлеба. Ну и потом я хочу вам сказать, я уже давно привыкла есть, например, без хлеба. Я могу первое, второе есть без хлеба. Единственное, где мне хлеб был прям необходим, это бутерброды. Но с бутербродами пора немножечко попрощаться, на какое-то время сделать перерыв. Ну и я вам буду рассказывать, что я ем. В общем, сегодня я позавтракала, ну, как всегда, кофе и овсяная кашка. На обед у меня сейчас осталась последняя тарелочка овощной рагу. Там мясо, там картошка. Ну, следующее блюдо, когда я буду готовить, я буду уже тогда ложить туда картошки минимум. То есть я совсем от варёной картошки отказываться не буду, но буду её употреблять изредка, в минимальных количествах, и только варёную, ну, может быть, запечённую. Ну, запечённую я вообще-то не люблю. Ну, картошка – это крахмал, от картошки тоже поправляются. Поэтому её лучше убрать, и очень изредка можно употреблять. Больше, конечно, надо овощей, салатов есть. Ну, фрукты тоже не перебарщивать, потому что в фрукты там много глюкозы, много сладостей, поэтому тоже фрукты нужно по чуть-чуть есть. Осторожненько. Вот. Ну, не буду я вас сейчас, в общем-то, загружать тем, что будет. Что будет, я буду снимать и буду вам показывать. В общем, на обед я сейчас буду есть овощное рогу, это уже последняя тарелочка, а следующее блюдо буду готовить по-другому. А на ужин я сегодня сделаю, у меня есть филе куриное без кожи, я сделаю вот эту курочку на пару и буду есть с овощами. У меня там огурчики, помидорчики свежие есть, зелень есть, в общем, может быть, салатик сделаю, может быть, так просто поем. Ну, в общем, вот такое меню у меня на сегодня. Ну, а на ночь я, может быть, кефирчик выпью, может быть, молочко, посмотрим, что там у меня есть. У меня там еще йогурт остался, активия нужно допить. В общем, я пока что еще не прямо вот с сегодняшнего дня худеть начинаю, но с сегодняшнего дня я начинаю свой организм и мысленно, и физически уже как-то подготавливать к этому. И то, что я буду уже готовить, я буду готовить уже с учетом того, что это к похудению. Ну, пока у меня какие-то продукты есть, я еще буду их дать дать. И, в общем-то, уже прям четкое такое похудение буду начинать прямо с 1 июня, чтобы мне было легко считать, вот, 1 июня, первый день диеты, скажем так. Вот, поэтому вот эти вот несколько дней, которые у меня остались до 1 июня, я еще где-то что-то могу себе позволить чуть-чуть, но уже так, по чуть-чуть, уже аккуратненько. Ну, все, мои хорошие, я вот это вот как раз подкрашенная такая, потому что снимала видео, сейчас надо уже мне умыться, и нужно мне полежать, отдохнуть, потому что я сегодня не выспалась. Поэтому я сейчас умоюсь, покушаю и устрою себе тихий час. Ну что, девочки, куриное филе на пару у меня готово. Тут 4 кусочка. Я их не солила. Солить буду в тарелке. Вот, и, кстати, воды пью 2 литра, но это уже привычка, 2-1,5 литра пью. В общем, такой у меня ужин. Свежий огурчик, помидорчик, курочка. И все это без хлеба. Сейчас посолим. А время полседьмого. Надеюсь, может быть, больше не буду кушать я перед сном. Ну, посмотрим. Обедала, кстати, без хлеба тоже. Всем доброе утро, мои хорошие. Сижу, пью кофе. Проснулась я сегодня рано, но я вчера рано уснула, так что я выспалась. В 3 часа ночи проснулась. В 9 я уже спала. Вот, уже успела смонтировать вам видео. Смонтировала сегодня конкурс. Как обещала, с задержкой, но выполнила обещание. Так что я рада. Я рада, что наконец-то этот конкурс я сняла. Вот. Хочу вам доложить за вчерашний вечер. Вчера я ничего не ужинала. Вернее, я вчера поужинала, как положено. Где-то полседьмого я поела. Поела я без хлеба. Хлеба, вот то, что я вам показала. Огурчики, помидорчики. И филе куриное на пару. И после этого уже ничего больше не ела. Все это я ела без хлеба. Хотя я вчера съела за целый день 2 кусочка хлеба. Хлеба там. У меня колбаса еще. Я сейчас вам покажу, что у меня еще есть колбаса. Ну, сыр, масло. Это все равно там иногда буду я есть. Колбаса у меня сервелат финский. Тавровский. Ну, я его люблю. Ну, он уже куплен. Что же делать? Буду по чуть-чуть подъедать еще пока. Поэтому я говорю, некоторые продукты, которые уже были куплены, да. Но их же все равно нужно есть. Я, например, последний раз, когда была в мясном, я взяла мякоть свинины. Хотя сейчас, вот, например, если уже переходить на диету, ну, тогда уже предпочтительнее брать мякоть говядины, индейку, курицу. Ну, курицу без кожи, можно белое мясо. В общем-то, можно целую курицу, неважно какую, главное, кожу только не есть. Вот, что еще вам хочу сказать. У меня вообще, честно говоря, диета будет не такая прям вот строгая. Во-первых, потому что все-таки возраст, чтобы уже на депрессировании, снег не присесть, потому что у меня была как-то такая диета. Вот лет, наверное, около 50 мне было. Я что-то тоже вздумала похудеть и строго начала соблюдать диету. И на меня накатило потом, я вообще исключила углеводы все и даже хлеб. На меня накатила как-то такая волна депрессии. Мне аж страшно стало. Вот просто такие мысли какие-то. Зачем все это? Вообще все зачем? В общем, неприятные были мысли. Они напугали меня эти мысли. Я решила, что нельзя так. Уже в возрасте нельзя. Если молодым легче это все переносить, если много есть каких-то других интересов жизни отвлечься, ну, у людей пожилых нужно немножечко осторожно. Поэтому я буду диету соблюдать, но не буду я прям совсем себе все отказывать. Ну, понятное дело, я не буду уже жирную пищу есть. То есть я буду уже стараться брать постное, там мясо, вот это вот все. А потом, опять-таки, с учетом, у меня будет диета, с учетом холестерина, так как у меня уже холестерин поднимался не раз, поэтому я уже знаю, что если вес я набираю, значит, у меня и холестерин одновременно поднимается. Значит, для снятия холестерина просто нужно будет исключить какие-то моменты. Ну, например, исключить жирную пищу, жареную пищу. На бульонах не готовить супы, то есть мясо я варю, мясо я вареное ем, а бульон я выливаю, готовлю суп на воде. А мясо уже можно добавить там в тарелку уже супа, борща, вот таким вот образом. Ну, чрезмерное употребление мяса тоже оно холестерин поднимает, поэтому мясо рекомендуется есть где-то 150 грамм в день и не больше. Рыбу можно 180 и 200 грамм есть, но тоже рыбу нежирную, желательно морскую. Потому что морская рыба, она даже холестерин плохой убирает, а хороший поднимает. Вот, так что нужно будет мне сегодня сходить в магазин, купить овощей, может быть, каких-то фруктов еще, и индейку, наверное, возьму, может быть, курочку возьму. Надо рыбу еще взять. Я уже список себе пишу. Вот, кстати, рыбу надо написать, не написала. У меня есть такой блокнотик, я пишу, что мне нужно купить в магазине. В магазин захожу и беру уже строго все по списку, потому что я либо наберу чего-то ненужного, а нужное забуду, поэтому уже я так под рукой блокнотик всегда держу. Если что-то закончилось или что-то я вспомнила, нужно взять, я сразу пишу. Вот, так что, ну вот в этом списке у меня сегодня тут написано, что болгарский перец, цветная капуста, помидоры, огурцы у меня есть, индейку, овсянку еще нужно прикупить. Ну, маленький овсяный хлеб я возьму, вернее, не овсяный, а трубной хлеб возьму маленький. Он хранится, кстати, долго, две недели спокойно лежит, ничего ему не делается, он не портится, не цветет, ничего не делается. А трубной хлеб тоже отруби мне полезно есть для снижения холестерина. Вот, поэтому два кусочка хлеба в день, это вот нормально, это немного и в то же время столько, сколько нужно. Вот, такие дела мои хорошие. Ну что, давайте заглянем в холодильник, что у меня там в холодильнике сейчас есть. Я вчера подъела, уже доела, уже рагу последнее доела. В общем, ну, так, осталось по мелочи, в принципе, уже буду холодильник сейчас больше заполнять продуктами, которые мне будут полезны есть. Так, ну что у меня тут на верхней полке? Там у меня огурчики солененькие лежат. Ну, это варенье, оно лежит все время в холодильнике, хранится. Сметану я беру 15-процентную. Ну, 15-процентную сметанку иногда немножечко куда-то можно добавить. Можно там в салатик или еще куда-то. Здесь у меня индейки филе. Не индейки, а окурочки, которые я вчера на пару делала. Дальше у меня, видите, сервелат финский. Это вот я покупала как раз две палки. Ну, вот одна целая, другая половинка есть. Еще сливочное масло, сыр, еще сыр, помидорчик последний остался. Надо купить. Ну, внизу у меня лежит зелень. Здесь лук зеленый. Немножко хлебушка осталось. Белокочанная капуста, кефир, бананы. Ну, а в ящике там огурцы, болгарский перчик. В другом ящике там морковка и свекла. Ну, а в дверце у меня яйца, лимон. Вот шоколадки кусочек остался. Но это горький шоколад, поэтому если прям сильно захочется, я его поем. А вот это у меня заправка для йогурта, закваска. Вот надо будет сделать йогурт свой, собственный, домашний. Ну, дальше у меня варенье мед. Тоже хранится долго в холодильнике. Кетчуп, я думаю, можно его употреблять. Немножечко, в небольших количествах. А вот майонез, ну, тут его уже и нету. Практически все пустая, можно сказать, пачка. Там капелька осталась. Дальше у меня льняное масло. Вот сейчас для снижения холестерина льняное масло нужно будет добавлять в салатики. Ну, а это сироп. Там растительное масло. И это соевый соус. Что у меня в морозилке? В морозилке, видите, я затарилась свининой. Тут фарш у меня говяжий есть. Вот пельмени еще остались. Но пельмени хранятся еще долго, пусть хранятся. Это так, знаете, на всякий случай, если нужно будет срочно поесть, а ничего не готово. Бывают такие моменты. Вот. Ну, в общем, ничего особенного. У меня там еще есть фасоль стручковая, замороженная. Зеленая фасоль. Можно будет с яишенкой ее сделать. Ну, вот так. Ну, вот это все, что у меня в холодильнике на данный момент есть. Нужно докупить еще и доложить. Туда больше всего зелени, скорее всего, буду брать. А еще у меня в шкафчике хранится овсянка. Вот овсяная крупа. Там у меня есть еще консервированная рыба. Макаронные изделия, рис. Ну, белый рис я употреблять сейчас не то, чтобы не буду совсем. Но, например, плов готовить я не буду, где в основном рис. А если мне нужно будет рис добавить куда-то, там чуть-чуть, ну, например, я буду делать голубцы или ежики вот эти. То есть там небольшое количество риса можно будет добавить. При том, что такое блюдо я ем редко, но можно. То есть у меня нету такой, знаете, цели, чтобы прям строго-строго диета соблюдать. И вот рис белый вот нельзя и нельзя. То есть он как к раздельному питанию, он подходит, да. Особо цели такой, чтобы прям сильно снизить вес у меня такого нет. То есть он будет в любом случае снижаться, если я не буду есть на ночь, если я не буду есть сладкое. Но у меня больше всего сейчас цель оздоровить свой организм, желудочно-кишечный, в общем, тракт для того, чтобы гастрит убрать, изжогу убрать, вот такие неприятные последствия. И чтобы не происходило вот это вот, знаете, бурление. Отчего происходит иногда вот это ночью я просыпаюсь. Например, я на ночь поем что-то кислое, может быть. Или я уже рассказывала вам, что когда углеводы и белки мы едим вместе, то что-то из этих продуктов не переваривается. Потому что для белков нужна одна среда, для углеводов другая среда. И начинается где-то какое-то огниение, начинается какое-то брожение, вот начинается в желудке, ну и неприятные какие-то там ощущения могут возникать. Ну для этого, в общем-то, раздельное питание и существует, чтобы вот это все, эти симптомы все убрать. В общем, оздоровить свой желудок, чтобы не было ни аллергии. Вот аллергия может возникнуть тоже на этом фоне. Вот, так что, а вот похудение, оно у меня идет попутно. Просто вот я это уже все проделывала не раз. И у меня была цель оздоровить свой организм. А в итоге у меня попутно шло похудение и снижение веса. Потому что правильную еду едим, правильно ее готовим. Не едим ничего, то что загружает нас, да, жирное, жареное, вот это вот все. Вот, так что, в общем, девочки, самое главное, что я созрела, понимаете. Я долго не могла к этому созреть. Для меня что-то вот решится, это нужно прямо вот решиться, принять решение и уже следовать этому принятому решению. А для того, чтобы это решение принять, захотеть, не хватало какой-то мотивации. Ну вот она у меня появилась. Вот, ну ладно, сейчас пока у меня выводится фильм. Другой фильм я запущу, чтобы уже тоже сегодня его помонтировать. У меня как раз там Василек. А из Василька вот я уже сижу в новой такой вот туничке. Она как маечка, и у нее легко. У нас, кстати, жара. Вчера 28 градусов в тени было, а ночью 20 градусов. Весь у меня спала с открытым окном. Хотя у нас вот передают сейчас, скоро будет дождь, гроза, ветер и все такое. Ветер, правда, был вчера, но такой теплый. Вот, так что сегодня хочу сходить еще в магазин. Ну, посмотрим, что будет дальше. Сейчас пока еще утро, пока пью кофе. Девочки, я сейчас собираюсь позавтракать. Завтракаю я вот такой вот кашей молис. Что здесь в составе? Хлопья овсяные, пшеничные, ячменные, ржаные, сахар, чернослив, соль, ароматизатор слива. Может содержать частицы косточек. Продукт может содержать следы молочных продуктов и арахиса. Вот. Ну, никаких ешек, никакой химии нету. Ну, мне нравится, во-первых, вот эта каша, то, что она стоит дешевле, чем быстров. Быстров там, по-моему, 125 рублей стоит 6 пакетиков в упаковке. А здесь 10 пакетиков стоят 89 рублей. Получается выгодно. Что касается калорий, ну, тут сахара вообще очень мизерное количество содержится. И что касается калорий, здесь 340 калорий на 100 грамм. Но в пакетике 40 грамм. Поэтому здесь меньше половины калорий содержится. Немного. Ну, и опять-таки говорю, что у меня нет цели прям сильно вот эти калории считать. У меня нету прям такой цели, знаете. Вот. Я уже к этой каше привыкла. И, кстати, эта каша сопутствовала моим похудении еще в предыдущем. Вот даже последнее похудение год назад, когда было. Я всегда эту кашу употребляю. То есть, если она в магазине есть, я беру ее, она вкусная и выгодная. При том, что там сухофрукты, разные пакетики с разными сухофруктами есть. Но я беру вот оранжевого цвета. Она без добавления молока или сливок. Есть она еще голубого цвета. Вот там она идет со сливками. Там больше калорий, больше вот этого не нужно. Мне эти сливки не нужны. Я просто водой заливаю и нормальная вкусная каша. Вот. Ну, вот такой у меня завтрак. Я этой кашей, в общем-то, наедаюсь. Ну, мне хватает, допустим, там, я если позавтракаю ей, до обеда могу дожить. Если что, допустим, я могу какой-то фрукт еще съесть. Там яблочко, бананчик, например. И все. Так что, если кто-то ест кашу, которая заваривается долгого приготовления, у меня есть такая овсянка. Ну, честно говоря, я ее не сладкую не люблю. Вот эти какие-то там сухофрукты специально добавляют. Ну, в общем, ее надо там готовить как-то. И потом, вы знаете, я люблю кашу свежеприготовленную. На следующий день мне она уже не нравится. А овсянку тоже по одной порции готовить вот каждый день мне неохота. Мне поэтому вот удобно. Раз, залила кипяточком. И все. Быстренько. И вкусно. Ну, из каш вот это вот мне нравится больше всего. Молли нравится мне Быстров. Другие каши как-то мне дешевые. Вот мне нравится на вкус. Так что, такие дела мои хорошие. Вот. Так что, я сейчас кашу залью. Вот это будет мой завтрак. На обед я поем то, что я вчера приготовила на пару. Вот это вот филе курочки. И у меня там еще есть огурчики, помидорчики. Еще салатик сделаю с овощами поем. Ну, а что дальше я буду готовить? Я уже посмотрю, что я куплю, что принесу. И посмотрю, что я буду готовить дальше. Ну, буду вам рассказывать, что я готовлю, что я ем. Если же какое-то блюдо там, может покажу. И будем, в общем, следить за моим весом, за моим состоянием. Я буду вам рассказывать в каждом своем блоге. И будем наблюдать, какие у меня результаты. В общем, чего я добиваюсь, чего добилась. Вот так. Девочки, собираюсь в магазин. На градуснике 31 градус в тени. Короче, там жара, жарища. Нужно одевать летнюю одежду уже. Короче, я одела... Достала свои бриджики. Вот эту вот новенькую блузочку. Она такая свободная. Мне очень нравится. Вискоза. Очень хорошенькая, симпатичная. Ну, а на ноги у меня вот эти вот сандалики. Это такие из фортмастера. Мои скороходы. Все, я готова. Ну, масочку вот такую селенькую. Масочку нам положено одевать в магазин. Без масок не разрешают. Так что я готова. Я пошла. Девочки, решилась я чуть-чуть пройтись. Не прямиком в магазин, А немножечко сделать себе длинную дорогу до магазина. Все-таки свежий воздух. Все-таки лето. А то по дому ходишь, А там мало движений получается. Ходьба, это, конечно, жизнь. Но, видите, ходить что-то мало приходится. О, так здорово. Короче, решила просто обойти немножечко один квартал и пойти в магазин сходить. Ой, девочки, какой вообще запах. Вот эти цветочки красивые. Вот такие симпатичные. Вот ромашечки. Ой, ну все, девочки, уже лето через два дня. Я прям рада. Ну, сегодня прям конкретное лето. Я уже вчера сприт включала. Ну, вот я приближаюсь к магазинам. Сейчас нужно купить мне мясо. Еще хочу зайти в этот вуниер-мак, посмотреть. Для одной подписчицы интересовалась наволочками для подушки. Ну, и, кстати говоря, сковородку посмотрю еще. А черешня откуда? Красный, да. Есть армянский. 160 черешни, да? Да. Снега-пекал. Ясно. Это армянский 250. Армянская, это внизу которая? Да. В смысле, с Арменией? Да. А она слаще или чем она? Хорошая. Вкуснее? Девочки, ну я посмотрела, наволочек нету. Короче говоря, таких, которые я брала, у них нового завоза нету, они распродают старое. Так что там ничего интересного сейчас нет. Ну, все за продуктами и домой. Так, ну что, девчата, я накупила. В общем, купила ментай. Сейчас я его сразу в морозилку уберу. Замороженный ментай. Будем готовить. Дальше я взяла вот такие вот голень. Голень куриная. Ну, здесь мало кожи, но я ее удалю потом. Тоже будем готовить. Взяла я в палатке клубничку. Клубничка, это 230 рублей стоит. Это килограмм. Здесь полкило. Клубника краснодарская вкусная. Взяла вот такие помидоры. Помидор красный по 100 рублей. А крупный там по 150. Но я беру средний. Вот. Розовый помидор. Хорошенький. Так, ну я взяла еще банан. Маленький взяла батон. Со трубями. Яблочки сезонные. Вот такую капусту на салатике буду резать. Болгарский перчик тоже для салатика. Так, взяла я творог 2% и 15% сметану. Взяла молоко 1,5%. Но это мне нужно сделать йогурт. И вот такая какая-то новая овсяная кашка. Быстров. Она вишня и семена льна. И здесь нужно добавить йогурт. Ну вот как раз йогурт сделаю. Попробую что-то новенькое. Но с семенами это полезненько. При том, что она там была по акции со скидочкой. Надо попробовать. Ну и еще я взяла филе индейки. Буду теперь готовить курочку, индейку. Ну говядину я не очень люблю. Если только на борщ там, смотри. Не стала говядину брать. Фух, все девочки перемыло. Что-то я подустала. Прошлась, перемыло все. Что я вам хочу сказать. Вы знаете, вот когда я зашла в этот магазин, в универмаг. Меня что удивило. Вот я поднялась. И вот большой этаж. И там вещи, одежда продается. Там в том углу посуда, в том углу постельное белье. Там полотенца, наволочки вот эти, которые я ходила смотреть. И как-то странно, что у них вот это вот отгорожено ленточкой, посуда и постельное белье. То есть они продают всякую одежду, там всякую ерунду продают. Что-то продают, что-то не продают. Тут же рядом магазин фикс прайс, где продают все. И посуду, и также там какие-то сидушки. Там какие-то тряпки. В общем, все продают, ничего не отгоражают. Я не могу понять, где логика. Вот это те наши руководители, эти бюрократы, которые, ну уже бы тогда не открывали магазин. Или если уже открыли, ну продавайте все непродовольственные товары. Причем тут посуда. Но мне, правда, разрешили там заглянуть, я поинтересовалась. Сковородки, какую я хочу, нету. И наволочки, которыми интересовались, вот эти цветные, там этих нету. Там продают, в общем-то, остатки, никаких завозов новых не было. Вот. А сейчас я хочу поесть клубничку, немножко отдохнуть. И немножко попозже буду есть я уже обед. Но на обед я поем вот эту вот курочку филе и нарежу себе салатик, цветную капусту, туда всякой зелени. Побольше сделаю салат вместо гарнира. Вот. В общем, держусь. Зашла в продуктовый магазин и прошла прям мимо отдела, где продают пирожные, мороженое. Туда не смотрю же, это я не покупаю. В общем, понимаете как? Психологически я готовлюсь уже к диете, да? Ну, в общем, нормально, мне кажется, все будет хорошо в этом плане. В общем, вот так вот, девочки, выглядит сегодня мой обед. Вот такой нескромный обед. Я прям взяла, нарезала салатика. Ну, сколько съем, столько съем, остальное вечером доем. Огурчик, помидорчик, тут капуста, зелень всякая разная. Вот. Ну и курочка на пару. И без хлеба. Всем доброе утро! Да, наступил следующий день. Вчера я так устала, завалилась и уснула. И я не знаю, в 8 часов, наверное, вечера. Ну, проснулась, соответственно, в 3 часа ночи, но я уже выспалась. Смонтировала вам Василек уже, видео выложила. Пью кофе. Уже пора и даже позавтракать. Кстати, девочки, вы обратили внимание? У меня новая прическа. Ну, не новая прическа. Это я, короче говоря, вчера помыла голову вечером. Я уже так с таким трудом уже ее мою. Я не помню вообще, как я мучилась, когда у меня были длинные волосы. Вот мне кажется, они уже такие длинные, мне их уже мыть сложно. А укладывать вообще сложно и еще и бесполезно. Я волосы укладываю, и у меня уже вот эти вот концы, кучери заворачиваются. В общем, в этот раз я не стала делать укладку. Я дала волосам просто высохнуть произвольно. Вот они у меня как есть, вьющиеся, видите. Ну, вот такие кучери. Думаю, ну и ладно, буду я теперь ходить такая. Вот пока не подстригусь, я не буду теперь укладку делать. Ну, если только для какого-то там случая. А так уже просто замучилась, не хочу. Все. Девочки, поставила я на ночь йогурт. Молоко 2,5% взяла и йогуртную закваску 1 литр. Все, йогурт уже готов. Я еще не открывала мультикухню, не смотрела. И вот я же вчера вам показывала, что я купила вчера Быстров вот эту вот овсянку. Это новинка. Вот. И сейчас вот я просто почитала, изучила ее. Значит, продается она только в магазинах. Пятерочка, Перекресток и Карусель. Здесь на 25% меньше сахара, чем в обычном Быстрове. И можно заливать йогуртом, ряженкой, кефиром, питьевым йогуртом. В общем, просто взять пакетик и залить, ну, где-то полстакана примерно вот этого кефира или йогурта. Вот. И что здесь? В общем, вот эти вот новинки, они сейчас уже стали выпускать с меньшим количеством сахара. Ну, не знаю. Здесь идет калорий сколько? 213 калорий идет на один пакетик. Пакетик 35 грамм. Ну, и вот здесь идет вишня и семена льна. Семена льна, лен это витамины, белок, кальций, железо, омега. Три минеральные элементы. В общем, все очень полезное. Я не знаю. Вот я еще никогда кашку не заливала вот этими йогуртами, а только заливала кипятком. Ну, попробую. Мне интересно это попробовать. Вишенку я люблю. Йогурт у меня готов. Я вчера не стала покупать готовый, а прямо приготовила сама. И при том, что он будет нежирный. Кстати, этот йогурт можно будет мне теперь использовать для салатов, для каши. Там просто так пить, ну, как-то там с фруктами. Делать, вот творожок купила. Я показывала и делала яблочко, творожок чуть-чуть, йогуртом заливать. Все это. И очень вкусненько получается. Вот. Ну что, надо открыть мне йогурт. Так, и посмотреть. Давайте заглянем, что там. Так, что у меня, йогурт, получился? Да, получился вот такой вот йогурт. Вот. Хорошо. Йогурт заквасился. Ну, вот сейчас я его и залью. Попробуем кашку. Ну, вот так выглядит кашка. Там есть вот вишенки, я вижу, сухие. Ну, вот так выглядит пакетик. Ну, все. Сейчас я залью йогуртом. Ну, и да, настояться 5 минут. Будем пробовать. 79,2. 79,2 я вешу сегодня. Смотрю, сколько я взвешивалась раньше. Вот, девочки. Завела я себе такой листочек. Вот, 28-го позавчера я взвешивалась. Было 85, а сегодня 30-е. 79,2. Ну, может быть, какая-то погрешность была. Но это я взвешивалась днем. А сейчас я натощак утром взвесила. 79,2. Даже 2 раза, 3 раза взвесилась в разных местах. Может, весы не так. Ну, показывает именно так. Ну, будем наблюдать за своим весом дальше. Так, а что у меня йогурт? Он уже настоялся. Сейчас я его попробовать хочу. Йогурт с овсянкой. Все, вот этот листик я повешу на холодильник и буду туда все записывать, чтобы этот листочек был под рукой. Ну, что, пробуем овсяночку, да? Ммм. А вкусно? Неожиданно для меня. Ну, так она и не сладкая, и не кислая. Но, тем не менее, она приятная. Может быть, потому что там вишенка добавлена. Лен я пока так не чувствую особо. Таких целых семян льна здесь не чувствуется. Они, может быть, измельченные как-то. Но это и хорошо, чтобы прям их не жевать. В общем, вкусная овсяночка, очень приятная. На завтрак такую полез с удовольствием. Понравилась, буду покупать. Кстати, вам не сказала, сколько она стоит. Сейчас, если чек найду, я вам скажу. Но она стоит меньше 100 рублей. Что-то в районе 90 рублей. Вот она стоит. В отличие от обычной Быстров, которую продают, там цена 139. В общем, такая вот хорошая разница, прям колоссальная. Поэтому я взяла, чтобы попробовать. Если она так вот подешевле стоит, может быть, и стоит ее брать тогда. Девочки, нашла я чек. Быстров, кашка вот эта новая, стоит 99 рублей 99 копеек. Ну, в общем, 100 рублей. Ну, ничего, все равно. Но это почти на 40 рублей дешевле, чем обычный Быстров. Так что вот такая цена. Кстати, девочки, хочу вам признаться честно. Я вчера на ужин не стала уже ничего готовить, потому что я вчера уже так устала вечером. И уже не было сил ничего готовить. Поэтому я вместо индейки, которую собиралась делать на пару, съела два бутерброда с маслом, сыром, с колбасой, с сервелат финский у меня. И салатик доела, который я вчера готовила. В общем, ну и все равно результаты есть. Ну, конечно, это просто колбаса, которую еще я буду доедать пока. Но уже вот с первого числа я точно, как сказала, уже буду строгую диету соблюдать. То есть у меня сейчас конец месяца. Я доедаю то, что у меня есть еще из продуктов купленных ранее, еще до того, как я решила худеть. Поэтому я их еще ем. Вот. Ну, а что я буду готовить уже сегодня, что я буду сегодня есть, это уже я вам покажу в следующем ролике. Ну, завтрак у меня по-любому овсянка. Либо овсянка с кипятком, как я быстро растворимую делала, либо вот как сегодня с йогуртом буду чередовать. Ну, вообще, я сегодня собираюсь так же питаться, как и вчера. То есть я вчера ела без хлеба. Хлеб вот единственное, что на эти бутерброды я поела. Ну, хочу сказать, ничего, так нормально. Но это пока. Вот. Но уже сдвиги есть, уже все-таки лучшие. И все-таки, видите, у меня привычка есть без хлеба, такая привычка осталась. И я спокойно обхожусь без этого. И, в общем-то, и мяса вот, количество мне тоже достаточно. Вот. Ну, ладно. В общем, об этих вещах мы будем уже разговаривать дальше. Уже после первого числа. Уже начнем. Возьмемся серьезно за диету. Ну, а что я буду делать? Потому что я человек-импровизатор. Все на ходу же импровизирую. Вы уже узнаете в следующих видео. Ну, а на этом я хочу видео свое закончить. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok